Несколько междугородних трасс временно закрыли для движения рейсовых автобусов. На территорию края продолжает оказывать влияние циклон. В Хабаровске ГИБДД Кутру зарегистрировало 57 транспортных происшествий. Как дорожные службы справляются с последствиями снегопада, выясняла Ирина Забродина. Действие западного циклона усиливается. По прогнозам синоптиков ожидается ветер до 20 метров в секунду. Температура идет на понижение и сегодня ночью местами достигнет минус 30 градусов. Но такая холодная ночь будет последней в этом сезоне. В ближайшие дни осадков больше не будет. Но и этого снега хватило, чтобы доставить проблемы автомобилистам. Ухудшается и дорожная обстановка. Вот сейчас небольшой по протяженности участок от Энергомаша до площади Ленина. Это где-то примерно 2,5 километра мы преодолели только за 20 минут. Карта показывает, что весь центр стоит в пробках. Все красное и довольно-таки много аварий. К утру инспекторы зафиксировали 57 ДТП. Днем обстановка более-менее стабилизировалась. Дороги начали посыпать реагентом, а при понижении градуса начнут применять песко-соляную смесь. Вот на дальнем плане у нас работает фронтальный погрузчик. Он загружает машины дорожные комбинированные. После того, как загрузилась машина, я определяю маршрут. Планирую вот эту вот машинку поставить на так называемой поперечной улице. Это Держинская, Волочаевская, Запарина и не только. Работы проходят в несколько напряженном режиме. Порой даже недостаточно времени покушать. В первую очередь от снежной каши расчищаются участки, где ходит общественный транспорт. По словам дорожников, ночью техники будет в два раза больше. Привлекаем технику у сторонних организаций. Просим, конечно, убрать из парковочных карманов машины частных лес, потому что техника не может работать, не заходя в парковочные карманы. Это препятствует нормальной уборке дорог. Сегодня утром было ограничено движение пассажирских автобусах на междугородних трассах Хабаровск-Бикин, Хабаровск-Лидога и частично на трассе Ванина-Комсомольск. По данным Минтранса, на расчистке задействовано 35 единиц техники. Измерения в расписании лучше уточнять у диспетчеров. Тем временем синоптики успокаивают. Больше таких обильных осадков в марте не будет. Обязательно будут еще температурные качели, колебания в сторону холода и тепла, но в целом температурный фон будет повыше. То есть на следующей неделе ночные температуры – это порядка 13-18 градусов мороза, днем около нуля. В отдельные дни вполне вероятность стала положительной температурой. Мартовский снегопад – вполне обычное явление. А вот в 2015 году, например, снег выпадал в Хабаровске 6 мая. Ирина Забродина, Константин Пестерев, Телеканал «Губерния».